Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Вы давно просили нас сделать обзор на китайский кроссовер. Итак, выполняем обещание и подвергаем пристальному осмотру Geely Atlas – один из самых популярных китайских кроссоверов на нашем рынке. Встречаем! Geely Atlas сходу окрестили самым рациональным и правильным китайским кроссовером. Он оказался, пожалуй, самым японским и даже самым европейским из всех китайских автомобильных конкурентов. Добротный, надёжный и доступный по цене. Его продажи моментально взлетели. Сегодня можно сказать, что Atlas не подвёл. Он не разочаровывает владельцев и не падает в цене. С годами не разваливается. Вот такой вот спойлер вам в начале нашего видео. Но справедливости ради надо сказать, что агрегатов, которые заменили по гарантии, немало. Также на форумах Geely обсуждают, что есть такие машины, которые просто сыпались по мелочам. Но, по слухам, дилеры просто меняли эти машины по гарантии. Сейчас мы пройдём по всем слабым местам этой машины. Не будем заострять внимание на тех моментах, которые были устранены по гарантии, потому что на сегодняшний день они никакого интереса не представляют. Итак, вы на канале «АвтоСтронг». Поехали! С кузовом у Geely Atlas полный порядок. Пока его трудно упрекнуть в плохом сопротивлении коррозии. Сколы краски не рыжеют. Известны редкие случаи вспучивания краски на двери багажника над эмблемой и на задних крыльях. Также в редких случаях вспучивается краска на кромке двери багажника с внутренней стороны. Бывают вспучивания серебристой плёнки на рейлингах, а также отваливаются декоративные уголки в уголках лобового стекла. Да и само лобовое стекло очень часто царапается от ударов не самых тяжёлых камешков. Во многих комплектациях Geely Atlas оснащён бесключевым доступом. Частенько в сырую и грязную погоду эта функция перестаёт работать, особенно если на ручку налипает грязь и реагенты. Замечено, что если протереть хорошенько водительскую ручку, а именно чаще всего она используется, то сенсор восстанавливает свою работоспособность. Корпуса боковых зеркал имеют силуминовый каркас. Так вот, фланец силуминовый в месте крепления к двери замечено, что сильно корродирует. Это, конечно, не трухлявая железная коррозия. Вряд ли через 5-10 лет зеркала отвалятся. Но, тем не менее, эта коррозия не видна, потому что здесь есть пластиковая накладка. Многие озабоченные владельцы снимают зеркала, зачищают силумин и покрывают его специальным покрытием. Из-за этого покрытия силумин остаётся сухим и не корродирует. Бывают случаи, когда после дождя, либо после мойки машины, замок двери багажника срабатывают самопроизвольно. Бывает, что после мойки даже разряжается аккумулятор. Так вот, проблема в намокшем электроразъёме двери багажника, который находится ближе к левому фонарю. Так вот, если разъём этот высушить и залить консистентной смазкой для защиты контактов, то проблема исчезнет. Кстати, вода может попасть в жгут багажника из-за плохого прилегания защитных рукавов между крышей и дверью багажника. На многих атласах в крышке багажника скапливается вода. Причём она скапливается не внутри крышки, а в желобе, который сформирован нижним краем стекла заднего и уплотнителем. При поднятии крышки вода сливается на правый и левый блок и на правую и левую форточки багажника. Со временем на атласах продавливается и деформируется боковина водительской сидушки. Здесь просто ломается поролоновый вкладыш, который придает форму боковине. Так вот, чтобы решить эту проблему, надо просто поменять поролоновую вставку. Довольно часто на атласах выходила из строя кнопка, которая отключает задние стеклоподъемники. Она просто не фиксировалась в нажатом положении. Эту проблему дилеры решали заменой, то есть меняли весь блок на новый. Мультимедийная система в Geely Atlas слабенькая. Ей не хватает производительности, но и нормального дизайна. Кстати, многие эти системы штатно оснащены Яндекс-картами. Некоторые владельцы меняют эти системы на более производительные. Благо, предложений предостаточно. Кстати, текущее время в салоне Geely Atlas отображается на мультимедийной системе и на панели приборов. Так вот, текущее время на панели приборов у многих машин постоянно отстаёт. И непонятно, по какой причине это происходит. Geely Atlas встречается с тремя бензиновыми четвёрками. С самого начала продаж были доступны моторы объёмом 2.0 и 2.4 литра. А затем позже появился прямопрысковый турбированный мотор объёмом 1.8 с аббревиатурой TGDI. На все агрегаты гарантия 5 лет либо 150 тысяч километров пробега. В основе атмосферных моторов двигатели Toyota серии AZ. У них цепной привод ГРМ по одному фазовращателю. У старшего мотора объёмом 2.4 литра есть ещё и балансирные валы. Гидрокомпенсаторов у этих двигателей нет. Поэтому тепловые зазоры по регламенту дилера надо проверять и регулировать каждые 30 тысяч километров. Цепь ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров. А также есть ещё одна любопытная замена. Это каждые 30 тысяч километров замена фильтра-клапанов механизма системы фаз-газораспределения. А у турбомотора есть и балансиры, цепной привод ГРМ, и гидрокомпенсаторы, и два фазовращателя. Вообще все моторы Geely Atlas надёжные и никакими систематическими проблемами не страдают. Правда, катализаторы теряют свою эффективность уже к пробегу 120 тысяч километров и более. И зажигают ошибки. Походу единственный агрегат, который может неприятно удивить по ходу эксплуатации у автомобиля Geely Atlas, это АКПП. Для трёх двигателей, о которых мы только что разговаривали, была доступна автоматическая трансмиссия М11. Она была спроектирована австралийской компанией DSi. Это австралийская дочка BorgWarner. После банкротства она была выкуплена компанией Geely. В разработке трансмиссии М11 также участвовали инженеры Hyundai Kia, поэтому она получилась похожей на их трансмиссию A6. Но болячки у неё свои и проявляются гораздо чаще. Напомним, что трансмиссия М11 устанавливалась с 2010 года на Саньонг с двухлитровым дизелем, а также на многие китайские кроссоверы. Кстати, этот автомат приходилось менять ещё в гарантийный период по разным причинам. То пинается, то гудит. Кстати, гарантия на него у Geely – 60 000 км. Ещё на машинах, выпущенных в конце 2020 года и начале 2021 года, была проблема с датчиком включённого режима АКПП, он же позиционер или ингибитор. Стоит всего $100. По факту, из-за этого датчика трансмиссия могла переключиться в нейтраль на ходу. После запуска двигателя и включения драйва, индукция включённого режима на панели приборов перескакивала между реверсом, нейтралью и драйвом. Датчик меняли по гарантии. Ещё встречались глюки датчика скорости трансмиссии, из-за которого появлялись ошибки по ЭБУ, а трансмиссия оставалась на четвёртой передаче. Этот датчик в розницу стоит $150. Для его замены нужно снимать ЭБУ. Ну, а вообще этот датчик меняли по гарантии. Кроме того, у этого автомата нередко выходит блок управления. Он перестаёт фиксировать адаптации трансмиссии. Это выражается в неадекватном поведении трансмиссии, потому что каждую поездку она пытается адаптироваться. Надо ехать на СТО, на диагностику и выяснять истинную причину пинков. Так вот, блоки управления меняют на новые. Также в продаже есть блоки управления, которые отремонтированы умельцами. Блок управления трансмиссии находится в недрах передней панели под блоком климат-контроля. И это всё мелочи, так как АКПП М11 не отличается особым ресурсом. Крайне важно менять в нём АТФ каждые 40 тысяч километров, потому что из-за продуктов износа в нём может износиться буквально всё. Дилерский регламент замены АТФ — 60 тысяч километров. В общем, при первых же симптомах износа трансмиссии обязательно едьте на ремонт. Благо для этой трансмиссии сейчас запчасти есть в наличии, а при переборке может понадобиться буквально всё, вплоть до корпуса. Ещё на дизельных Сан-Йонг шток поршня сервопривода тормозной ленты перекашивался и заклинивал. При этом и тормозная лента начинала включаться с перескоками. Хуже всего, что перекошенный стальной шток натирает направляющее отверстие в легкосплавном корпусе самой трансмиссии. В результате при ремонте приходится покупать новый корпус, так как не задранный в этом больном месте бэушный корпус практически нереально найти. И это конструктивный недостаток этого автомата. Ну и это ещё не все слабости. Корпус сцепления C1, в котором находится и задний планетарный ряд, опирается на корпус трансмиссии через игольчатый подшипник. Так вот, при езде тапка в пол этот подшипник растирает своё посадочное отверстие в корпусе трансмиссии. Он сам начинает люфтить. Вместе с этим появляется радиальный люфт в барабане C1 и в заднем планетарном редукторе. И вся эта группа начинает стругать стружку. При этом стружка появляется и из деталей редуктора. Здесь появляются задиры на валу солнечной шестерни, на втулке и внутреннем подшипнике планетарки. Ну и все мы знаем, чем больше стружки в масле, тем больше царапин на шестернях и статоре масляного насоса. В общем, этот автомат по железу слабенький. Да, есть случаи, когда они доезжали до ремонта на рубеже 250 тысяч километров. Но в основном этот автомат отправляется на ремонт при пробеге 120 тысяч километров. Реактивная езда и редкая замена масла тому виной. Ну и ещё соленоиды в гидроблоке тоже не очень долговечные, а их некорректная работа приводит к пинкам и механическому износу этой трансмиссии. В общем, АКПП Geely Atlas не подарок. И это при том, что этот автомат настроен очень вяло. У некоторых машин есть слабость задней передачи. То есть, эти кроссоверы не могут забраться на бордюр задним ходом. Говорят, что это решается нештатной прошивкой и АКПП, и двигателя. Ну а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, в «АвтоСтронге» теперь вы можете купить не только отличные БУ запчасти, но и абсолютно новые. Поэтому звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на сайт и заказывайте! Ну что, мы на 100 и продолжаем. У полноприводных Geely Atlas привод на заднюю ось подключается с помощью электромагнитной муфты BorgWarner. У нас, кстати, здесь только передний привод. Так вот, с полным приводом никаких систематических проблем нет. Всё работает хорошо. Также у Geely Atlas есть проблема, присущая корейским кроссоверам. То есть, сальник правой полуоси недостаточно герметичный, и через него в раздаточную коробку попадает влага. Она приводит к коррозии шлицов полуоси и втулки самораздатки. А это, в свою очередь, приводит к отсоединению правой полуоси и исчезновению привода на заднюю ось. Поэтому нужно как можно раньше снять правую полуось и набить промежуточную втулку хорошей, консистентной смазкой. А если вода попала в угловой редуктор, то тогда всё масло углового редуктора надо слить и заменить. На небольшой части Atlas отмечено очень позднее подключение привода задней оси. У нашего товарища есть Atlas с мотором 1.8 Turbo. Так вот, автомобиль подключает полный привод, то есть, включает полный привод только через 10-15 секунд после выезда на скользкую дорогу. В этом случае водитель в такой ситуации включает режим блокировки муфты задней оси, то есть режим 4WD-Lock. То есть, полный привод работает нормально, но подключается слишком поздно. У некоторых машин появляется посторонний шум при движении, а виновниками обычно могут являться изношенные шрусы. Бывают случаи люфта в подшипниках колёс. Передние ступичные подшипники меняются отдельно, а вот задние, вместе со ступицами, цены на оригинальные подшипники и ступицы сильно варьируются в зависимости от продавца. Передние ступичные подшипники стоят до $80, задние до $70. Стояночный тормоз на атласах электромеханический. На задних суппортах стоят мотор-редукторы, которые сводят и разводят колодки. Так вот, иногда эти механизмы перестают работать, и нередко одно либо два колеса остаются заблокированными. И в этом случае уехать можно только на эвакуаторе. Но есть решение не совсем простое. Мотор-редукторы можно открутить. Если залезть под задний бампер, то можно увидеть, что мотор-редукторы крепятся на двух винтах под внутренний шестигранник на пять. То есть, снимаем мотор-редукторы, а потом этим же шестигранником откручиваем на пять оборотов шестерёнку суппорта. И тогда отпускаются задние колодки. Неисправные редукторы меняют по гарантии. Так вот, умельцы, которым эти редукторы попали в руки, выяснили, что их работоспособность теряется из-за отпаивания контактов от усиков в разъёме. То есть, некоторое время работы с напильником их работоспособность восстанавливается. На некоторых Geely Atlas по гарантии меняли передние тормозные диски. Они деформировались, появлялось биение. Так вот, гарантия на эти детали — три года либо 60 тысяч километров пробега. Такой же гарантийный срок и на детали подвески. В принципе, подвеска простая и надёжная. За свой счёт владельцам приходится менять стойки стабилизатора. То есть, стойка переднего стабилизатора свободно продаётся и по оригиналу стоит 35 долларов. Стойка заднего стабилизатора стоит всего лишь 15. Шаровые опоры передних рычагов меняются отдельно. Продаются, соответственно, тоже отдельно. Цена оригинала — 80 долларов. Заменители из Китая в 10 раз дешевле. Кстати, вот этот передний рычаг по оригиналу под заказ стоит 40 долларов. Стоимость опорных подшипников передних стоек доходит до 90 долларов. Заменители в несколько раз дешевле. В задней подвеске по четыре рычага на каждое колесо. Сайлентблоки не детализируются отдельно. Продольный рычаг стоит 40 долларов. Любопытно, что задние плавающие сайлентблоки установлены в соединении нижнего рычага и поворотного кулака. Так вот, вот эти плавающие сайлентблоки поставляются не вместе с рычагом, а вместе с кулаком. А поворотный кулак по оригиналу стоит 230 долларов. Однако есть пара заменителей. Сайлентблоки в нижнее ухо кулака стоит по 29 долларов. Верхние рычаги подвески обойдутся, соответственно, в 30 долларов и в 70. В общем, Geely Atlas не ударил лицом в грязь. Да, версии с АКПП говорят о том, что надо бы иметь средства для того, чтобы когда-нибудь ее починить. В целом же в остальном с этой машиной все в порядке. До каких-либо проблем, либо же плановых замен агрегатов эта машина проезжает 100-150 тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».